У вас все животные с травмами? Да, в основном да. Клара у нас без лапки. Митя, вот он у нас с трассы приехал, его щенков выбросили. Приют существует с 2012 года. До 2018 года, до осени, справлялась сама. С приютом. Потом встал вопрос либо о закрытии приюта, либо о продолжении деятельности. Если продолжение деятельности, то это подразумевало под собой увеличение расходов. Подобралась команда, которая меня поддержала. Мы открыли группу ВКонтакте. Мы собираем только на лечение. Содержание все и принимаем мы бесплатно. Если люди помогают, спасибо, так мы без всяких условий принимаем только травмированных животных. Но, значит, с одной стороны, это плюс, что помощь появилась. С другой стороны, до открытия группы в приюте было 50 кошек и, значит, было 15 собак. Но, с одной стороны, благодаря помощи, благодаря поддержке, какой-то стабильности, количество животных за год выросло, кошек до 130, а собак где-то 30-35. То есть, оказывается, помощь практически всем, кто к нам обращается. Вот с собаками только посложнее, потому что на собак места больше надо. Кошек мы берем практически всех, собак не всегда. Но, при всем при том, мы оказываем конструкционную помощь, куда обратиться за помощью. На улице все равно никто не остается, мы отслеживаем. Если никто не откликнулся, то, конечно, мы все равно подключаемся. Изначально почему вы ее создали? Я изначально помогала финансово. Фонд помощи домным животным. Потом я, значит, одну кошку взяла, вторую, девять. Собаки у меня всегда были. Ну, вот потом все это переросло как бы в свой приют. Сначала я арендовала помещение, а потом уже пришло понимание, что аренда это очень дорого, и вот мы переехали сюда. А, вы специально переехали? Да, мы специально сюда переехали. Вам семья помогает кто-то еще? Ну, как бы семья помогает, люди помогают. Вот волонтеры у нас, помощники приходят. А, то есть много волонтеров? Ну, очень мало. У нас вот команда буквально 3-4 человека. Кто-то транспорт, он помогает кто-то с уборкой, кто-то вот как-то вот так. Не хотят люди. Ну, очень хорошо помогают вот у нас тут. И постельное нам привозят, и хоргексидин, у нас же инвалиды. Вот, то есть помогают. Помощь идет, как бы мы чувствуем себя достаточно стабильно. Но вы своих денег вкладываете? Ну, да, конечно. То есть это как бы основное? Да, но я вам честно скажу, где начинается оказание платных услуг, там заканчивается благотворительство. Приют всегда был бесплатным, всегда приют существовал на, ну, на мои средства. Потом вот я иногда просила денег там у клиники, потому что некоторые животные травмированные, вы сами знаете, обходятся там и в 60, и в 100 тысяч. Иногда я обращалась за помощью. На Е1 на поможем, чем сможем. Вот так, в основном, все на свои средства. Сейчас, конечно, нам люди помогают, но я говорю, количество животных выросло в три раза. Поэтому на свои средства, конечно, мне бы уже было не потянуть их. А вы работаете или бизнес? Я работаю. Вы еще входит у вас постоянно? Ну, у меня свой бизнес. А то есть он всегда требует постоянно? Да, конечно. Я каждый день работаю. Сейчас вот у нас уборка закончится, я поеду на работу. Я без выхода. Все животные должны жить дома. Они называются домашние, они на улице. Как многие пропагандируют, что им гулять надо. Все, не надо им гулять. Но они прекрасно здесь живут и никуда гулять не собирают. Хотя скажем так, что не очень все-таки приют. Я говорю, не место для проживания. Хотя у нас есть дежеванцы, мы вам их потом покажем. Которые непристраиваемые. То есть мы там, что их кто-то возьмет, это там 0,1%. Потому что это животные либо ходят под себя, либо еще что-то. Ну, у нас вот один из последних. Евсейка. Евсейка. У него обе челюсти были сломаны, глаз выбег. Это у нас со сломанным позвоночником. Этот у нас со сломанным бедром приехал. Этот со сломанной челюстью. Это сломанный таз и карцинома в ушах рак. Уши у него, он так глухой был, уши ему прооперировали, зашили. И четыре химиотерапии мы перенесли. Это со сломанной лапой. Это у нас частный сектор снесли. На Урал Маши кота бросили. У него припадки неврологические. И он мог идти, дорогу переходить и упасть в припадки. Мне позвонили охранники. Там новые дома начали строить. Мы позвонили, мы его забрали. Значит, это у нас из Каменска без лапы. Этот у нас с неврологическим дефицитом лапы. Это у нас штрудель, которого рубили. У него глаз не закрывается и вешали. Вот он у нас сейчас ждет пластическую операцию. Будем делать, потому что у него глаз не закрывается. Надо сделать, чтобы он закрывался. Этого машина у нас сбила. С Урал Маша приехала. Ну вот они, в принципе, все здесь такие. А кто еще тут? Получилось, что вы стали оказывать помощь именно травмированием? Ну, у меня была финансовая составляющая. То есть я могла ее оказывать. Я же говорю, я изначально финансово не помню. Потому что это большие затраты материальные. И потом содержание. Люди не очень хотят брать травмированных животных. И они задерживаются в приюте. То есть каждый месяц содержание. Это наполнитель, это корм, это уборка. То есть поэтому, ну, проще тем же передержанным взять красивое породистое животное пристроить. И взять последующие, чем брать тех животных, которые еще и требуют больших материальных. И моральных затрат. Потому что это же все равно, потом и уколы, и обработки, и все. Ну, а вот эта дама у нас приехала со сломанным бедром. По гангостиша видно. Вот она лапу правую заднюю, видите, выворачивает. Но у ней врожденный дефект. То есть ее прооперировали, но у ней все равно хромота останется. Ну, мы считаем, что все, кто пролечены, клинически здоровы. То есть, например, отсутствие лапы не мешает абсолютно катужить. Либо слепой кот, он тоже абсолютно живет нормально. Ну, вот сейчас мы пройдем в то помещение, покажем вам слепых. Там есть у нас слепые. Субтитры сделал DimaTorzok У нас очень большая проблема с пристроем. Собаки все адекватные, все готовы к пристрою. Но вот как-то у нас строй стоит. Люди боятся брать особенных животных, боятся брать инвалидов. У нас именно в этом проблема. Они бы уезжали, освобождали бы места для других нуждающихся. Ну и вообще приют это не место для проживания. Это место для лечения и реабилитации. Поэтому нам очень нужны хорошие хозяева. У нас проходят сначала новые хозяева собеседования. Потом приезжают, мы знакомимся, они знакомятся, уезжают думать. Потом мы созваниваемся и сами отвозим, сами смотрим, куда отвозим. Ну вот вчера у нас был звонок человека в состоянии алкогольного опьянения. Это сразу черный список. Я понимаю, человек может выпить. Но, во-первых, это понедельник вечера. Во-вторых, вопросы о пристройстве животных не решаются в пьяном угаре. То есть понятно, что мы, естественно, мы отказываем. Для нас это показатель. Редактор субтитров А.Семкин